Давайте я представлю наших спикеров. Это Виктор Инодорцев, это человек, который является партнером UDS, который является соучредителем консалтинговой компании, который является участником департамента масштабирования продукта UDS и который является экспертом по внедрению продукта UDS. Ну, соответственно, SEO компании Вячеслав Ушенин, вы уже его знаете, он тоже ответит на все ваши вопросы. И Дмитрий Романов, тоже, который сейчас представлялся, я думаю, еще в одном представлении не нуждаются. Давайте вопросы, которые у нас есть в YouTube чате. Так, секундочку. Первый вопрос. Первый вопрос от Анастасии Швец. Добрый день. Чем эта площадка отличается от других, например, Delivery и Яндекс? Кто ответит? Я могу, конечно, ответить, но я передам создателю компании, наверное, да? Поскольку идейный вдохновитель, человек, который понимает, что он делает. Я тоже могу ответить. Но у нас тут есть представитель департамента по продукту, который лучше всех, наверное, разбирается в продукте, именно во внедрении этого продукта в бизнес. А я могу ответить, да. Значит, если коротко, то всем. Кроме того, что также является платформой, цели абсолютно разные. Delivery и Яндекс – это площадка, где представлена конкуренция по одному сегменту бизнеса, где представлены различные блюда, которые соревнуются между собой за внимание покупателя. Для того, чтобы совершить заказ, ну и, соответственно, быстро там, как правило, покушать. Если посмотреть по статистике, то там лучше всего конкурируют бургеры и картошка фри. Вот, поэтому ресторанам не всем она подходит, если только исключительно для доставки. У нас платформа, на которой присутствуют абсолютно разные сегменты бизнеса, как высококонкурентная и ориентированная на клиента конечного покупателя, да, B2C-сегмент, если вам известно, я уверен. Так и B2B, то есть крупные компании заходят к нам на платформу и получают всю инфраструктуру на нашей платформе, начиная от мобильного приложения, веб-страницы, полностью CRM-система встроенная, которая автоматизирует сбор данных по клиентам, оффлайн, онлайн. Дальше. Система лояльности, которую мы с самого начала, как нашу изюминку и нашу самую крутую разработку, предлагаем как готовое инфраструктурное решение любой компании. Дальше. Реферальная многоуровневая система для каждого бизнеса конкретного. Каждая компания может реализовать свою собственную многоуровневую реферальную программу. Я могу долго перечислять, мне кажется, проще написать мне, наверное, да, то есть у нас задачи намного шире, и мы даем возможностей намного больше. Там конкретная задача по продаже блюда. Но при этом мы не конкурируем с точки зрения, мы можем работать как инфраструктурное готовое решение вместе с этими платформами. У нас есть такие кейсы, и мы плохо не отзываемся о них, мы не говорим, что не берите их, берите нас. Нет. Все прекрасно работает в комплексе, поэтому, ну, наверное, так, если коротко. Благодарю за вопрос, кстати. Да, спасибо. Друзья, давайте кто-то из зала, может быть, хочет задать вопрос. Есть у кого-то какие-то, может быть, мысли? Да, хорошо. У меня есть вопрос не от участников YouTube просмотра, а именно от партнеров, с которыми я раньше разговаривал, от потенциальных клиентов. И он, наверное, все-таки, Вячеслав, к вам. Вопрос такой. Вот в 2022-2023 году, когда ожидается такое, что UDS, в принципе, будет стоять в каждом телефоне клиента, да? То есть ожидается ли, что в ближайшие 2-3 года UDS выйдет на уровень, ну, сопоставимый с платформами такими, как, ну, тот же Яндекс, да, Delivery. То есть когда мы будем масштабироваться до такого уровня, что UDS станет платформой, без которой, в принципе, бизнес, наверное, ну, не сможет обходиться, как сейчас, без 1С. Когда это произойдет? По вашим прогнозам. Ну, я знаю, что смотрите в будущее, планируете. Это произойдет 14 марта 2020. Я думаю, что как раз вот 22-й год у нас будет такой, что мы будем активно набирать предпринимателей. И, ну, и вот, если вы говорите сопоставимо, как вот, ну, с нормой, то, что предпринимателю норма быть на платформе, я думаю, что это, ну, как раз 22-й, 23-й год это как раз таки будет. И еще хочу добавить, что это зависит от нас с вами, от партнеров, вот, потому что мы, то есть у нас партнеры занимаются продвижением продукта, и тот же самый вопрос можно адресовать партнерскому сообществу со стороны компании. Ребята, когда у нас будет очень много клиентов? То есть мы, как компания, все для этого делаем. Благодарю. Есть вопросы? Друзья, давайте посмотрим, может быть, есть еще вопросы. У меня есть вопрос в личные сообщения, который мне пришел. Меня поблагодарили за то, что пригласили на встречу, было очень интересно. И говорит, допустим, я зарегистрировался. Какие мои действия? Да, давайте я отвечу. Как человек, который как раз таки отвечает за масштабирование бизнеса со стороны партнерской сети, у нас есть четкая система запуска нового партнера. Ну, то есть, если, например, вы сегодня принимаете решение и регистрируетесь на любой партнерский пакет, то завтра вам понятно, что делать. Ну, во-первых, есть онлайн-система обучения. Она у нас на платформе UDS Club, где конкретно первый учебный день вы изучаете вкратце информацию о компании и даете обратную связь своему наставнику-куратору, с которым разбираете все вопросы. На следующий день, второй день, вы делаете то же самое, но конкретно другие пункты. Так мы доходим до 6-7 учебного дня и до 14 дня мы должны сделать первую продажу лицензии. Далее у партнера возникает, ну, грубо говоря, два варианта развития событий. Либо он продолжает заниматься реализацией лицензии как менеджер по продажам, то есть заниматься линейным бизнесом, то есть одним только направлением, либо он уже в этот момент готов к масштабированию и готов строить команду. Тут опять зависит от человека. У нас есть партнеры в компании, которые ежемесячно продают, то есть одно конкретное физическое лицо ежемесячно продает по 16 лицензий. 16 лицензий. Я, например, лично у меня рекорд 5 лицензий за месяц. Ну, то есть лицензия – это продукт, проданный одному предпринимателю. Вот. А есть люди, которые склонны как раз к построению команд. Есть люди, которые смотрят чуть дальше, люди, которые понимают, что чтобы нам хотя бы покрыть 10% рынка, но как бы для России это для понимания 550 тысяч предпринимателей, 550 тысяч предпринимателей, то нам нужно иметь партнерскую сеть, явно не 2000. Я лично рассчитывал для того, чтобы нам просто закрыть потребности 10% предпринимателей Пермского края. Нам нужно в Перми иметь порядка 800 активных партнеров. Сейчас активных партнеров где-то, наверное, в районе 40-50 в Пермском крае. То есть мы готовы масштабироваться и расти в Пермском крае, чтобы… Ну, это я сейчас просто для примера, поскольку мы здесь все находимся. То есть вот такой вот бурный рост. Если сравнивать известный всем продукт 1С, то партнеров 1С у нас в Пермском крае порядка 200. 200 партнеров. И понятно, что 90% учетных систем – это 1С. Этим ребятам больше 20 лет. Нам только 7 лет. Мне кажется, я ответил на вопрос. Вполне. Да, спасибо. Есть еще вопрос в чате YouTube-канала. Он от Ирины Синицыной. Я так понимаю, это партнер Global Intellect Service. Всем добрый день. Все мои кандидаты, всем моим кандидатам нравится франшиза, нравится продукт. И они хотят заходить в наш бизнес. На следующий день они все сразу бегут к предпринимателям и начинают предлагать UDS. Ну и, соответственно, получают отказы. И, собственно, что им делать в этом случае? То есть я так понимаю, что вопрос в том, что партнеры работают не по системе раз, маленько начну отвечать его. Но, да, на него. И дальше, наверное, кто сможет на него ответить? Давайте я отвечу, а Виктор, если что, продолжит. У меня здесь сразу же к таким людям один вопрос. Ну, там все же, многие работали в найме. То есть не все сразу стали предпринимателями. Вот я, например, там проходил школу найма. Когда ты приходишь в какую-то компанию, у тебя есть некий период адаптации. У нас, допустим, в лизинге это был личный план вхождения в должность, ЛПВД, вот как сейчас помню. И на этот личный план вхождения в должность новичок тратил порядка месяца, где его наставник, человек, ну, как бы там по должности чуть-чуть выше, водил его за руку по всем бизнес-процессам. Здесь то же самое. То есть если вы приняли решение заниматься этим бизнесом, не надо бежать сломя голову, не знаю, в соседнюю лавку, вот туда внизу, да, и предлагать UDS. Ты еще ничего не знаешь про UDS. То есть ты не знаешь, какие потребности вообще у этого бизнеса. Для этого как раз-таки у нас есть система обучения, о которой я говорил только что. Это система запуска нового партнера. Виктор, дополнишь что-то? С большой готовностью и удовольствием. Если вспомнить, как мы что-то покупаем, то мы покупаем только тогда, когда это отвечает нашим потребностям. Не просто потому, что там увидел красивый стул, да, и я вдруг решил, что как бы вот надо. Но это эмоциональная, наверное, будет покупка. То есть многие приходят в лоб, делают предложения, не определив вообще, что ему нужно. То есть да, с опытом приходит понимание, как в каком-либо сегменте бизнеса, в принципе, более одни и те же. То есть вот эксперты, которые по 16 лицензий в месяц реализуют, 16 контрактов, они в принципе понимают, что уже нужно предпринимателю. И приходят, конкретно говорят, мы знаем, как тебе вот это вот вылечить. Поэтому большая ошибка, да, сразу на эмоциях совершать какие-то переговоры без подготовки. Ответил, дополнил, наверное. Да, благодарю. Еще вопрос у нас от гостей. Пожалуйста. Да, добрый день. Константин Степнов, город Пейм, компания ПСК Логистика. У меня вопрос чистых технического характера. Очень часто бывает, что в бизнесе уже существуют какие-то CRM-сервисы, CRM-платформы, возможно, какие-то свои программы лояльности. И когда представители UDS предлагают установить сервисную платформу UDS, то возникает вопрос, насколько эти платформы совместимы и как можно совмещать платформу UDS с другими существующими уже аналогами. Вот вопрос такого характера. Благодарю. Виктор, наверное. Как в том фильме. Я. Мы открытая платформа. Мы очень охотно идем на интеграцию с разными системами, если то нужно заказчику. То есть у нас есть кейсы. На текущий момент у нас более 40 уже интеграционных решений опубликовано прям в платформе в бэк-офисе, в личном кабинете предпринимателя. У нас постоянно ведутся переговоры об интеграции с новыми системами. И если появляется клиент, у которого еще нет у нас готового интеграционного решения, мы как специалисты выходим на связь и общаемся с представителями компаний, которая устанавливала ему какой-то программный софт и общаемся на предмет интеграции. У нас есть кейсы, когда мы не с первой итерации, так скажем, стену неготовности, может быть, каких-то разработчиков пробивали, за пять месяцев, например, дорабатывали. Сейчас у нас есть такая модель, она себя уже проявила, зарекомендовала, когда внешние интеграторы, которые знают как представители какого-то софта, они знают все настройки и они берут на себя ответственность, берут на себя задачу по разработке модуля интеграционного, готового. Не мы на себя берем, не разработчик софта, а их какой-то представитель делают кейс вот этот интеграции и продают. Но продают не за баснословные деньги, а условно говоря, там за формат какой-то абонентской платы. То есть это сейчас повсеместный такой формат. Вот. Если более конкретно тоже, то готовы общаться. Да, благодарю. Есть еще вопросы в зале? Добрый. Раз, раз. Раз. О, слышно. Меня зовут Настя и у меня вот такой вопрос. С учетом того, что нас смотрит огромное количество в онлайне, наверняка будет вопрос следующего характера. Смотрите, мы получается вступаем в компанию, платим деньги и нам нужно найти еще людей, которые заплатят денег и те еще должны найти людей, которые заплатят денег. Чем вы отличаетесь от финансовой пирамиды? Спасибо. Хороший вопрос. Я думал, не зададут, но молодцы, что задали. С департамента развития продукта, наверное, хватит? Да, я отвечу. Это, скажем так, стереотипная история, история, что, ну то есть multi-level маркетинг, он, скажем так, похож на эту историю. У нас нет, то есть мы занимаемся продвижением продукта, как любая компания, мы создаем свой продукт и занимаемся его продвижением. И мы, как компания, вправе выбрать абсолютно любую модель, которая сегодня есть на рынке и которая, так скажем, не запрещена. И мы когда думали, каким образом продвигать, мы понимаем, что вот эта вот партнерская история, когда мы платим вознаграждение клиентам за то, что они рекомендуют, она самая интересная. У нас нет продажи каких-то финансовых услуг. Мы не обещаем какие-то сверхдоходы. У нас нет каких-то процентов. У нас просто продвижение продукта. И, например, в обычной истории, как это работает, компания, например, делает продукт, и она говорит, что те, кто будут его продвигать, мы будем платить за это вознаграждение. То есть это же везде есть, сплошь и рядом. То есть, ну, там, каждая вторая компания это использует. Просто мы пошли глубже. Мы говорим, что будем не просто выплачивать в первую линию, то есть тем, кто занимается продвижением, а мы будем выплачивать в несколько, то есть, ну, скажем, в глубину, в несколько уровней. И мы выплачиваем деньги за продвижение. То есть есть продвижение продукта, то есть клиент нашелся, мы выплатили вознаграждение. Если нет клиента, мы не выплатили. То есть, по сути, мы могли бы еще раз вот эти 70%, о которых я говорил, мы могли бы выплачивать тем, кто продвигает, но мы решили выплачивать это, ну, то есть как бы дать возможность людям создавать отдел продаж и, скажем, эти 70% мы размазываем на несколько уровней. Вот. И мы считаем, что это эффективно, это здорово. Потому что помимо того, что сюда приходит психотип тех людей, которые могут продавать, сюда еще приходит психотип тех людей, которые могут организовывать сбыт, то есть могут администрировать продажи, то есть создавать отделы сбыта свои собственные. Поэтому здесь нет вознаграждения за то, что вы кого-то приглашаете. Здесь есть вознаграждение только за продажу продукта. Больше никакого вознаграждения нет. Но при этом можно создавать свой отдел продаж и получать вознаграждение со своего собственного отдела продаж, как это есть практически вообще везде абсолютно. Есть что добавить? Да, я буквально, наверное, добавлю из своего опыта, из своего опыта в лизинге. То есть у нас, например, когда мы работали в лизинге, порядка 30% продаж было через агентов. Через агентов, которые, ну, сотрудники автобизнеса в основном, поскольку мы были авторизинговая компания, и там как раз применялась одноуровневая партнерская программа, одноуровневое агентское вознаграждение. Когда вы приходите в автосалон выбирать автомобиль, вам менеджер по продажам спрашивает, как вы будете его приобретать. Лизинг, кредит, наличка. При слове лизинг этот клиент сразу же автоматически передавался через мобильное приложение в CRM-систему нашему сотруднику. И только за эту рекомендацию мы выплачивали вознаграждение. И сейчас, вот как раз, когда я увидел, что можно эту историю еще усилить, я прям эту идею в лизинг закинул. Я говорю, ребят, вы посмотрите, насколько более устойчивая агентская сеть у вас будет, если вы сделаете хотя бы трехуровневую агентскую программу, когда основной агент привлекает еще своих друзей и знакомых, которые тоже генерят трафик и получается от него маленький процентик. То есть вот это и сейчас как раз и есть перемена моделей. И то, что вот Вячеслав говорит, у меня никаких вообще вопросов нет, потому что я четко понимаю, что там 100% денег в компанию зашло, минимум 30 осталось в компании разработчика, максимум 70 распределилось по партнерской сети. Все четко. Деньги пришли, деньги разошлись по тем карманам, кто заслужил. Все? Да, благодарю. Еще есть вопросы у нас в чате YouTube от Евгения Малоземовой. В каких сферах бизнеса UDS показывает самые высокие результаты? То есть какая сфера самая предпочтительна для платформы UDS? Там, где наиболее частая возвратность клиента. Ну это понятно, да, потому что чем чаще ходит клиент, тем соответственно более лояльной становится компания к нему. Больше он накапливает бонусов и вообще он любит этот бизнес больше, чем какой-либо. Чаще возвращается. Более подробно мы как раз дирекция будет рассказывать на дне рождения компании 7 августа. Там в отчетах прям все это фигурирует. Можно посмотреть проценты. Наиболее часто это безусловно общепит. Салоны красоты там различные вот эти вот услуги в сфере бьюти индустрии. Дальше медицинские центры там, где достаточно часто обращаются. Ну стоматология у нас хорошо прям себя зарекомендовала. Автобизнес. Вы можете посмотреть по Пермскому краю, потому что ТО регулярно вы не можете нарушать обязательства, которые автосалон вам прописал в договоре. Ну и так далее. Ну там есть сейчас кейсы замечательные в B2B сегменте. То есть проявляет себя хорошо, но там это сегмент может быть таких клиентов пока достаточно маленький. Вячеслав. Ну еще добавлю, те, кто хорошо разобрались в продукте и хорошо его внедрили. Не важно какая сфера, у них все хорошо. Да и тут же следующий вопрос от Евгении. Какими качествами и навыками нужно обладать партнеру, чтобы достичь высоких результатов по доходу в бизнесе? Да, это кстати очень важный вопрос. Мне кажется он самый важный, потому что вообще у нас сегодня партнерский форум. Вы наверное заметили, что мы про продукт сегодня практически не рассказывали. То есть мы в полном понимании, что вы знаете про продукт, пользуетесь им, как пользователи. И сегодня мы говорим больше только про партнерскую программу, про возможности зарабатывать деньги на этом рынке. Так вот у меня например топ-3 главных, наверное, показателей того, каков должен быть мой партнер. Первое это человек с большими целями. Человек, у которого, ну который живет такой проактивный человек, который постоянно что-то хочет. Хочет расти, развиваться, путешествовать, а для этого ему нужны как раз такие инструменты для достижения своих целей. То есть проактивность. Это первый пункт. Второй пункт, это уже желательный, да, наверное, это опыт продаж. Опыт продаж, потому что опыт продаж в основном это люди, которые не боятся отказов. Хотя я вижу огромное количество примеров людей, наших успешных партнеров, которые как раз благодаря большим целям и проактивной позиции, как бы вот этот вот момент с опытом продаж, как бы это то, что нарабатывается с годами. Год, два, три и у тебя там опыт уже богатейший, ты уже не продаешь, ты просто закрываешь потребности. Вот это второй пункт. И третий пункт, ну не знаю, мне почему-то вот в команде больше везет с мужчинами, поэтому мне кажется, что мужчина может работать больше. Но хотя на самом деле не факт, женщины, наверное, сейчас могут закидать меня чем-нибудь. Да, вот наверное, три пункта. Да, если вы опровергнете эту версию, я буду очень рад. Да, спасибо. Да, спасибо. Еще есть вопрос личный. Вот сказали, в каких сегментах, в принципе, бизнес будет себя чувствовать с платформой UDS хорошо. А обратный вопрос. Какие сегменты не подходят для платформы UDS? Те сегменты, где собственник, этот бизнес открывает не для того, чтобы у него там превращался в успешный бизнес, а для того, чтобы может быть время свое занять или хобби у него. Ну, то есть встречается бизнес, где понимаешь, что человеку ничего не надо. Там какой бы инструмент ни привлекал, не сработает, потому что ну не хочет. Вот. Это первое, наверное, основное. То есть вовлеченность собственника и те же самые какие-то амбиции к росту. Без них ничего не получится. Дальше. Это инструмент, которым нужно уметь работать. Если персонал в компании есть, то нужно научить этих людей работать. Не научили, не вовлекли, тоже ничего не будет само собой работать. Это, наверное, вот так, если обзорно. Сейчас вот я искренне убежден, что наша платформа, она может работать в любой компании. В любой компании, где есть цели и задачи, которые ложатся в плоскость нашего функционала. То есть у нас есть компании, в которых, ну, например, в благотворительность у нас есть кейсы. То есть, как, казалось бы, коммерческий продукт может работать в благотворительном фонде. Может. Есть результаты. Дальше. Вот по Пермскому краю, если мы идем, Пермский зоопарк. Пожалуйста, можете прийти, посмотреть, как там работает. Тоже закрывают свои потребности, свои задачи решают. Вот. Поэтому здесь все через цели и задачи. Дальше концепция использования. И дальше настройка и работа. Все. Дорожная карта четкая. Да, у меня еще одно дополнение. Дополнение. Ну, вот я отвечу на этот вопрос так, что есть компании, которые работают в рынке. Ну, то есть они оказывают услуги предпринимателям, ой, ну, физическим лицам или предпринимателям. Да, то есть B2C и B2B. А есть компании B2G, ну, как бы государства, которые работают с государством. Да, там строят дороги, мосты и так далее. То есть вот я считаю, что вот этот сегмент, который не в рынке, где монопольная история, да, там, не знаю, например, кто, ну, то есть там мост-отряд 1, 2, 3, наверное, знакомая компания. В Перми единственная, которая имеет лицензию на строительство мостов. Им B2DS не нужен. Ну, как бы он им не поможет, потому что у них клиентов, это в принципе все регионы, в которых они мосты могут строить, они выигрывают через тендер. Мы же говорим про рынок. Ну, и чем более высокопотребляемый продукт, да, там, начиная с того, что вот что мы делаем каждый день. Каждый день едим, покупаем продукты, не знаю, кто-то спортом занимается и так далее. Вот эти сегменты, рыночные сегменты, они максимально подходят, конечно же, для продукта. Я рекомендую вам задавать вопросы больше про партнерство. То есть если сама идея сотрудничества с нашей компанией, с нами, вам откликается, задавайте вопросы конкретные. Например, я имею зарплату там 150 тысяч рублей, могу ли я выйти, не знаю, на 200. Что для этого нужно делать, сколько действий ежедневно я должен делать, как долго и к чему я могу пройти. Я бы вот в этой плоскости больше наше общение сейчас свел, потому что это важно. Дима, так ты как раз ответил на свой вопрос. Нет, нет, надо микрофон, чтобы... Да, добрый день еще раз. Дмитрий, спасибо огромное. Уже знакомы, потому что я тоже являюсь молодым партнером, новеньким партнером компании UDS. У меня сейчас стоит задача конкретно, то есть действовать в двух направлениях. Как ты как-то сказал на одном из семинаров, я это помню, вести двумя веслами. То есть одно весло, это конкретно лично мой консалтинг, то есть это торговые центры, медицинские учреждения, агентство недвижимости, с которыми я много лет проработал, чтобы им оказывать такие услуги. И второе направление, это тоже построение партнерской сети, для того, чтобы она росла, для того, чтобы она разрывалась. Вот. Заметил в себе, что просто не разорваться, потому что и туда, и сюда, и нужна, конечно, команда. То есть вот я сейчас занимаюсь тем, что формирую под себя команду. Вопрос, чем отличается вот построение отдела продаж, который будет продвигать лицензии и оказывать консалтинговые услуги малому, среднему бизнесу от простого линейного бизнеса? Вот, по-моему, по логике это должно быть то же самое. И все-таки это другая история. Ну, если мы говорим в сравнении обычного линейного бизнеса и построение отдела продаж там, и построение отдела продаж в партнерской сети, да, то есть есть как бы важное отличие, которое заключается, оно, наверное, одно. Здесь у нас, ну, как бы в партнерской сети только пряники. А когда ты в найме руководитель, там и кнут, и пряник. То есть потому что ты зарплату людям платишь, и человек не может не прийти на работу к 9 утра, потому что если он не придет и не будет выполнять свой функционал, то мы его уволим. А здесь с партнерами, ну, то есть в чем как раз, наверное, большущее преимущество вот этой бизнес-модели, ко мне в партнерскую сеть может прийти человек уровнем знаний, навыков и опыта значительно более сильный. И даже если я, как наставник, куратор, с ним не смогу, может быть, работать, ну, там, по каким-то причинам, у меня в структуре есть такие люди, которые мне помогут, да, там, вышестоящие наставники, которые уже сделали результаты, там, значительно выше, например, чем я. То есть это, наверное, как бы первое отличие. Если вот говорить про то, а как, чем грести, да, там, двумя веслами, ну, у нас такое есть понятие, да, там, продаем продукт лично или строим партнерскую сеть или совмещаем эту историю, здесь я бы ответил так, что это зависит от целей. То есть если у тебя цель зарабатывать 300 тысяч рублей, в принципе, ты можешь без проблем продавать, не знаю, там, 5-6 единиц продукта, зарабатывать эти деньги с учетом консалтинга. И фактически твоя жизнь принципиально не изменится от того, что ты сейчас имеешь в найме. Ну, то есть ты сейчас те же самые деньги зарабатываешь, с утра до ночи работаешь и так далее. А единственный здесь плюс, да, как бы, это тебя ведет в том числе к абонентским платам, которые ты получаешь с продукта. Ну, потому что по 10 долларов с каждого реализована лично продукта, ежемесячно тебе приходит в качестве пассивного дохода. Если же твоя цель делать больше миллиона в месяц, и ты привык к таким цифрам, то однозначно ты можешь, там, не знаю, продать там один продукт, два продукта, да, предпринимателю, может быть, раз в месяц продавать по единичке. Но основной твой функционал должен быть нацелен на то, чтобы ты построил большую сеть в разных регионах. Сеть людей, которые будут продавать продукт, строить свои отделы продаж. Потому что это как раз независимость. У нас здесь вопрос. А микрофон? Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Мне в онлайне задают вопрос. Что дает пакет 240? Что туда входит? Все. Да, как я уже говорил, это студенческий пакет в кавычках. Но на самом деле попробовать этот бизнес начать можно в том числе и с него. Но вообще мне не очень нравится история со словом попробовать, потому что когда ты относишься к какому-то делу, получится, не получится, скорее всего, не получится. Ну вот если ты, грубо говоря, решил вдруг подкачать свое тело и пойти в спортзал и взял один пробничек, ну там бесплатный, да, там посещение фитнес-зала, то я хочу сказать так, что вероятность того, что ты продолжишь потом ходить, она крайне низкая. Вот. Когда же ты все-таки разобрался в бизнесе, задал все вопросы, для этого мы сейчас здесь, для этого мы будем общаться на кофе-брейке, для этого мы будем общаться еще вечером в ресторане, для этого мы можем отдельно еще раз присесть и пообщаться с разными людьми с опытом продаж, без опыта продаж и так далее. Здесь, ну, моя рекомендация принимать сразу сильное решение, потому что если бы я, не дай бог, три с половиной года назад приобрел какой-нибудь бизнес-пакет, скорее всего, я бы уделял ему времени, там, не знаю, очень мало и скорее всего этот бизнес бы у меня не попер. Ну, то есть, потому что отношения не то. То есть, вот. Поэтому, если отвечать, что дает конкретно этот 240-ой пакет, 240 долларов, там, порядка 18 тысяч рублей, это возможность зайти внутрь компании, посмотреть изнутри, пройти систему обучения и перед первой продажей продукта надо делать апгрейд уже, ну, как бы, если решение принято, апгрейд до более высокого, чтобы уже строить этот бизнес по-серьезному. Можно? У нас еще один вопрос онлайн. Как действовать партнеру, у которого есть контакт с предпринимателями, но он не имеет навыка продаж и презентаций? Да, у нас, как уже звучало, готовая инфраструктура абсолютно для бизнеса, для каждого партнера, поэтому у нас сейчас есть замечательный инструмент. Это дежурный внедренец, да, это сообщество экспертов, которое уже большой опыт в реализации продукта, в переговорах с предпринимателями, в разных нишах абсолютно. Есть разная география, опять же, да, порядка 60 человек сейчас. Вы можете обращаться к любому, в зависимости от того, на чем он специализируется, и привлечь его на переговоры. Только это примерно, это выглядит так. Я сам просто из корпоративного найма, да, и для меня было очень важно, не имея опыта продаж, войти очень этично, разобраться, но при этом не ждать, когда там у меня, значит, опыт появится, да, и пойдут первые сделки. Нет. Моя первая встреча была с привлечением Дмитрия, как моего наставника. Да, та же самая модель, потому что Дмитрий уже был с опытом проведения переговоров и заключения сделок. Дмитрий рассказал все преимущества платформы для предпринимателя, ответил на все вопросы. Я, как новичок, набирался опытом, для себя фиксировал вообще структуру проведения переговоров, и это была первая сделка. То есть через 40 минут я понял, что в этом бизнесе можно за 40 минут заработать 63 тысячи рублей. все. Я убедился в том, что все готово, у меня нет рисков. И вот эта армия внедренцев, профессионалов, она готова работать на структуру партнеров. Но не так, что, эй, ты там, продай мне. Нет. Это эксперты, которые готовят все к сделке, но партнер закрывает, в общем-то, заключает контракт сам, получает за это вознаграждение. Ты ответил на следующий вопрос. Есть ли какая-то поддержка от других партнеров при проведении переговоров с потенциальными кандидатами? То есть там был вопрос, что нужно сделать. Нужно просто найти файл дежурный внедренец, спросить у кого-то. Там список всех дежурных внедренцев по географии, по сферам. Все. Выбрать одного, с ним связаться, назначить встречу и все. И он все расскажет. Спасибо. Тут еще один вопрос. Да, у меня есть еще такой вопрос. Мы понимаем, что компания платит очень щедрые вознаграждения своим партнерам. Но когда партнеров станет очень много, есть ли вероятность, что маркетинговые выплаты как-то изменятся и таких условий больше не будет? Еще раз, смотрите. Мы платим с продажи продукта. То есть компания выплачивает вознаграждение с продажи продукта. То есть и получается, что если мы, например, продали на там, не знаю, миллион, значит с миллиона будет выплачено вознаграждение. Если станет больше продаж, 2 миллиона, значит будет выплачено больше с 2 миллионов. То есть компания не может выплатить больше, чем мы сделали продаж. Поэтому вот эти вот выплаты, которые они сейчас есть, маркетинг-план, основа его, которая прописана в Польском соглашении, она, эта основа, она будет. То есть мы с ней работаем уже вот все это время. Мы что-то дорабатываем, докручиваем, какие-то бонусы добавляем и еще что-то. То есть вот эта работа, она будет, вот, а вот эта сама основа, маркетинг-план, она так и будет. У нас нет, нет такого, что еще раз, могут какие-то деньги кончиться или еще что-то, потому что мы не выплачиваем еще раз какие-то проценты или еще что-то. У нас есть продукт, мы обычная компания, которая производит продукт и его продает. И за счет с этих продаж она выплачивает вознаграждение, то есть вот этот вот маркетинговый бюджет. Поэтому у нас нет каких-то дополнительных обязательств. Поэтому в будущем никаких предпосылок к тому, что будет меняться, их нет. Наоборот, более того скажу, чем будет больше продаж, тем будет больше бонусов в партнерскую программу. Благодарю. У меня есть партнер, который задал вопрос. Скажите, пожалуйста, а какие, вот он новичок, и какие есть от компании инструменты поддержки абсолютно новых партнеров, которые зашли только на пакет старцеля разобраться, да, или которые уже начали разобрались. Вот как компания, какими инструментами? Понятно, что вот ответили дежурный внедренность. Что еще есть в компании? Да, отличный вопрос. Я могу сказать, что инструментов на сегодняшний день более 30. Основными инструментами является первая система запуска нового партнера. То есть это то, о чем я говорил. Второе, если вам нужно делать продажу продукта дежурный внедренец. Если вы хотите максимально, так скажем, на лайте делать этот бизнес, мы проводим подобного рода мероприятия партнерские и клиентские. То есть и ваша задача просто, например, пригласить на события, не знаю, там 3, 5, 10 предпринимателей, своих знакомых, друзей, которым эксперты ответят на все вопросы. То есть и в этом случае вы вообще можете не участвовать по факту в переговорах, а просто потом пожинать плоды. Есть у нас инструменты онлайн-продаж, такие как Esplay. На самом деле, еще раз повторюсь, там более 30. Куратор, наставник – это тоже один из инструментов, который вам помогает. Онлайн-мероприятие, которое сейчас смотрят не только в России. Я точно знаю, что Чехия смотрит, Европа смотрит и так далее. То есть это все инструменты, которые помогают вам, как людям, которые продвигают продукт, нам, как людям, которые продвигают продукт, реализовывать больше и больше продукта. Поэтому инструментов более 30. И у нас есть даже специальный вебинар для партнеров, инструменты продаж для нового партнера. Благодарю. Еще вопрос пришел только что от ребят, которые живут в Европе. Как UDS сейчас будет чувствовать себя в Европе, как оно будет развиваться и какие перспективы именно развития на европейском рынке? Я могу ответить. Да, у меня есть и команда, и клиенты в Европе. Наверное, они как раз и задают вопрос. Ну или там их гости. Чехия, Берлин, Испания. Я могу сказать так, что совсем недавно у нас появилась новая функция, которую очень хотели европейские как раз таки клиенты. Это онлайн оплата в интернет магазине. То есть то, что было уже в России реализовано через Apple Pay, Samsung Pay, сейчас эта история реализована уже в том числе в Европе. То есть и по запросу партнеров и клиентов европейских эту историю постоянно можно докручивать и изменять. То есть компания очень гибко берет в работу, ну как бы если количество запросов становится больше, то есть конечно же компания очень гибко реагирует на то, чтобы продукт продавался в тех странах, в которых нужно максимально активно. Ну то есть на этом я уже убедился сам лично. Благодарю. Давайте еще два крайних вопроса и наверное мы будем финалить. Да. Добрый день, друзья. Еще раз, Константин. У меня такой вопрос. Сегодня, именно в этот день, когда 15 июля открытие нашего форума, когда приехал в наш СЕО Вячеслав Женин, два моих партнера готовы подключиться к нашей компании именно сегодня. Вопрос. В честь такого события предусмотрены какие-то бонусы, какие-то дополнительные плюшки таким партнерам. Потому что сегодня наша команда станет сильнее. Да? Давайте я отвечу. У нас есть, так скажем, бонус для клиентов, которые подключаются в ближайшие три дня. Этот бонус согласован с компанией, этот бонус согласован с департаментом развития продукта. Это бесплатный баннер на неделю в том регионе, в котором находится наш клиент. То есть, если у вас, у кого-то из вас или у ваших знакомых, которых сейчас здесь нет, есть бизнес и они работают в рынке, они хотят развиваться, то вы можете им прямо там сегодня, ну, просто сообщить о том, что есть классные офферы, свести с тем человеком, который вас сюда привел. Возможно, они захотят приобрести наш софт и получить дополнительный бонус, который стоит сейчас у нас там за порядка 100 долларов. То есть, по факту, вот такой оффер у нас есть. Ну, а если говорить про подключение партнеров, ну, я считаю, что это тот первый шаг, который позволит уже шагнуть в новую реальность, в новое направление и реализовать свои цели. Наверное, это самый главный бонус жизни. Да, давайте я маленько поясню. Баннер – это информационное сообщение на платформе UDS в самом верху рубрикаторов. То есть, до всех рубрик компания дает возможность встать вам с этим баннером и все, кто заходит на платформу, увидят вас первыми. Поэтому через этот баннер также можно отследить количество новых присоединившихся к вам клиентов. Да, я еще немного добавлю. Такой главный, наверное, на мой взгляд, нематериальный бонус, который получают сегодня новички, это то, что с нами сегодня Вячеслав, да, и у нас есть уникальная возможность сегодня пообщаться, да, сегодня, завтра пообщаться, завтра состоится обучение для партнеров с участием Вячеслава. Вячеслав никак не скрывается, никуда не убегает, если вы к нему подойдете и там зададите вопрос. На самом деле мой личный пример, когда я в мае 2018 году стал партнером, мне нужно было 4 месяца для того, чтобы познакомиться с Вячеславом, когда мне дали такую возможность в Турции. Понимаете, сегодня у вас есть возможность вот прямо здесь. Поэтому те, кто в эфире, бегите скорее сюда и будем знакомиться и уже развивать этот бизнес масштабно. Спасибо. Вопрос такой. Работа с торговыми центрами, я столкнулся с тем, что и у собственников такая возникает проблема, что не все арендаторы готовы заплатить вот такую стоимость, как 900 долларов. То есть для кого-то это небольшие деньги, то есть не готовы к этому прийти. Например, там салон шуб, у которых там хорошая выручка. Есть микробизнесы, например, там Funky Nails, у которых там ногтевой дизайн или там маленькое кафе, там кофе на вынос. Для них 1900 долларов – это реально серьезные деньги, но они готовы были бы тоже поддержать. Я вот переговору с собственниками торговых центров, которые тоже сегодня проявляют интерес. Вот эта разница в цене, она является такой существенной. То есть как компания может предложить какие варианты, например, для крупного бизнеса или для мелкого бизнеса? Тариф Lite. У нас есть два тарифа, 30 долларов и 100 долларов. Поэтому, да, можно тариф Lite и разобраться и потом уже перейти на другой тариф через абонентскую плату, либо через вот так вот. Это и то очень доступно. Здравствуйте. Техническая безопасность платформы интересует. И есть ли у нее конкуренты в мире? Хороший вопрос. Что значит техническая безопасность? Пойти. Со стороны, ну вот хакерские атаки там, допустим, еще что-то. Все взяло и рухнуло. Только не говорите, что такого не может быть. Такое может быть. Все может быть, да. Ну, наверное, никто, наверное, от этого не застрахован. Да. Вот. И, наверное, вопрос больше о том, там, например, соблюдаем ли мы какие-то требования, что с личными данными, там, персональными данными и так далее. Да-да-да. Вот это вот важно. То есть мы исполняем законы Роскомнадзора. Компании есть в реестре Роскомнадзора по Российской Федерации. То, что мы исполняем эти данные. Вот. В других странах, там, где мы работаем, мы тоже это все дело исполняем. Ну, то есть, ну, как без этого уже невозможно работать. Вот. А по поводу, ну, не знаю, хакерские, ну, мы не так интересны. Мы же не какая-то там крупная компания каким-то… Да. Поэтому это же не какой-то там правительный сайт или это какой-то банк. Вот. Поэтому… Ну, есть степени защиты. Все степени защиты, которые должны быть, они все есть. Вот. Да. И то, что сегодня там рынок предлагает. Вот. Ну, не знаю. У нас не было еще такого. Можно я тоже прокомментирую? У вас есть приложение UDS установлено? Вы зарегистрировали профиль? Замечательно. Какие данные вы указывали, когда регистрировали? Вот каждый… Не помните. Номер телефона, имя, фамилия, пожелание, да, дата рождения, пол. Вот. В связи с этим вопрос. У нас есть просто случай, когда в профиле пользователь может зарегистрироваться женщина-кошка. Да. То есть это никак не связано вообще с реальным каким-то персонажем, да? Поэтому насколько это может быть интересно кому-то при атаках? То есть это не верификации никакой по паспортным данным. То есть таких сложных данных у нас нет. Я поняла, как правильно составить вопрос. Меня на самом деле интересовало то, вот, допустим, я зашла в компанию, добилась каких-то результатов, у меня вот эти все отчисления туда-сюда, рухнула платформа, как мы это восстановим обратно. Вот типа того. Каждую, по-моему, минуту делается бэкап базы. Бэкап это слепок. Вот. И, ну, то есть, да, 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 да. То есть и в какой-то момент просто откатились и дальше. Да, то есть это, по этому поводу не переживайте. Ну, есть, наверное. Ну, мы, есть, ну, то есть, если мы говорим о программах лояльности, то они есть. Если мы говорим про сервисы кэшбэк, то они, наверное, есть. Вот. А я вам так скажу, нет ни одной там CRM-системы, программы лояльности с аудиторией, которая есть у нас. То есть, например, я вот сегодня говорил, по-моему, об этом, что мы не конкурируем на уровне софта, то есть на уровне самой программы и возможностей. Мы уже сейчас говорим о том, что у нас просто есть аудитория и софт. Поэтому они, наверное, есть. Вот. Но вот чтобы в одном продукте было все собрано, мы не то, что в СНГ, мы в мире не можем найти такого продукта, где было бы все вот это собрано и еще плюс там была бы аудитория. Потому что в основном продаются, ну, просто софт, просто возможности самого продукта. Еще вопросы? Тогда в личку мне пришел вопрос. Я купил франшизу и по некоторым причинам не могу работать. Могу ли я вернуть деньги? Нет, в партнерском соглашении есть, да. То есть в партнерском соглашении есть пункт, где говорится о том, что в течение 30, в течение 24 часов человек может это сделать, написать заявление и без проблем. И такие кейсы тоже есть. Вот. А далее уже человек участвует, то есть он, человек приобрел продукт, вот. И он может вернуть через реализацию этого продукта. Вот. И таким образом. Мы разные там случаи рассматриваем. Это, если есть прям такой вопрос, нужно это писать на саппорт и у нас есть отдел, который это все рассматривает. Если там какая-то прям рекламация, то мы будем это рассматривать. Спасибо. Есть. О, прекрасно. Сколько партнеров в Перми и Пермском крае? Именно в Перми и Пермском крае. В цифрах, пожалуйста. Да, я отвечу. Ну то есть в целом на сегодняшний день у нас партнерская сеть порядка 2000 партнеров всего в мире. В Перми порядка там 40-50 партнеров. То есть я когда считал просто для того, чтобы нам захватить хотя бы 10% рынка, то есть у меня получалось, что около тысячи партнеров нам нужно для того, чтобы просто обойти всех предпринимателей, которые официально зарегистрированы в Пермском крае. При этом при всем рынок огромен. Мы просто ножками никогда не обойдем. Я не знаю, вот ребята считали, то есть если тем составом пройтись по предпринимателям, нам потребовалось 56, потребовалось бы 56 лет, чтобы просто донести информацию до предпринимателей о том, что UDS есть. Есть. Такой софт, который помогает вам увеличивать прибыль. Именно поэтому мы сейчас растем и именно поэтому нам нужны руки активных предпринимателей именно в нашей партнерской сети. Не-не-не, мы сейчас говорим про партнеров. Вопрос был про партнеров, да. Партнеры это те, кто подключает, кто покупает лицензию, верно? Партнеров это… Извините, я тогда тех, кто купил лицензию. Клиенты, да. Клиентов на сегодняшний день активных, которые ежемесячно платят абонентскую плату, порядка 6 тысяч. Итого. Если мы говорим про перьем, это в районе 300-350, точную цифру не знаю. Понятно, что есть отток, это нормальная история, компании закрываются, компании открываются. Ну вот сейчас такие цифры актуальны. И сопутствующий вопрос. Какие сферы в основном? Давайте я отвечу. В основном это сферы, где наиболее частый возврат покупателей. То есть это ориентированное на конечного потребителя, покупателя. Там, где мы кушаем, там, где мы что-то покупаем из товаров жизненной необходимости. Барбершопы, салоны красоты, медицинские центры, стоматология и так далее, и так далее. То есть туда, где часто ходим. Реже понятно, что между сделками достаточно редкие покупки бывают в сфере недвижимости, какие-то может быть юридические услуги. Эти кейсы у нас тоже есть, просто их меньше процентов. Ответил на вопрос? Спасибо. Добрый день. У меня два вопроса. Первый вопрос. Почему вознаграждение в долларах? А второй вопрос. Вот в презентации было указано, что, допустим, в презентациях докладчиков, что люди в основном были из продаж, руководители достаточно приличного уровня. А допустим, если это человек из найма, который не имеет опыта продаж, скажите, пожалуйста, как этому человеку себя проявить и как он вообще может реализоваться в этом проекте. То есть я видел, что есть несколько моделей сотрудничества. То есть по какому пути правильно пойти человеку? Вообще для кого ваш оффер? Кто ваш портрет, идеальная картинка потенциального партнера? Доллары, потому что международные. Это самая удобная единица расчета по миру. И у нас есть, у нас же есть клиенты по миру, и у нас есть, например, партнеры, у которых есть клиенты в других странах, там в Англии, в Европе, в Америке, в Латинской Америке, в Австралии. Вот. И это просто удобная единица расчета, потому что если мы только в рублях, то там рубли не ходят, и там никто тебе в рублях не заплатит. Вот. Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу, очень хороший вопрос по поводу портрета партнера. Смотрите, вот по моему опыту я 15 лет работаю в партнерских программах. И у меня за это время, по моему опыту, здесь преуспевают люди, которые, у которых есть какой-то определенный вот это вот внутреннее, то есть вот этот голод, внутреннее желание, какая-то вот это вот дух харизмы. То есть на самом деле при первом приближении кажется, что здесь, наверное, будут успешны те, кто там работают с людьми, выступают, продажами занимаются там и так далее. Но по моему опыту бывает, что такой человек приходит в бизнес, и у него не получается, потому что нет вот этого внутреннего правильного состояния, или у него есть уже настолько он шаблонизирован, что он берет свой этот бэкграунд и пытается его применить здесь. И наоборот, у меня в опыте были люди, которые там, например, парни там 20-21 год, не имея никакого бэкграунда за плечами, они здесь выстреливали, потому что было вот это вот внутреннее желание. И то есть я так думаю, что это прям, то есть это дух, это правильно внутреннее состояние. По-хорошему голод. Голод до больших результатов, голод до больших денег. Вот. Я в партнерские программы сам пришел в таком состоянии в 20 лет. Мне нужно было, я хотел прям зарабатывать. И вот я думаю, что портрет, идеальный портрет от человека, который умеет и сумеет вот это внутреннее состояние в себе собрать. Есть в него бэкграунд, нет бэкграунда, это не столь важно. Следующий вопрос. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. У меня вопрос тоже ко мне пришел. Это правда, что вы раньше назывались UDS Game, потом по непонятным причинам закрылись и переименовали свою компанию? Да, но не закрылись, а был ребрендинг. То есть изначально, когда мы создавали в 2015 году платформу, у нас была UDS, United Discount System. Такая была аббревиатура, то есть это единая дисконтная система, потому что мы начали с того, что мы как карта Гордона, которой мы отмечали компании. Значит, и единая дисконтная система. И почему гейм? Потому что вот эта вот история механика, когда я хожу по заведениям, значит, получаю там QR-код, передаю своим друзьям, они тоже пошли, мне начисляются баллы. Она похожа на игровую механику. Поэтому мы добавили гейм. И был UDS Game. Потом, значит, развивая продукт, это было третье уже поколение, мы поняли, что мы не дисконтная система, а мы уже больше. То есть это платформа с цифровыми решениями. И мы оставили UDS, только это стало United Digital Solutions. Это единое цифровое решение. У нас была задача оставить UDS, потому что по документам юридически очень много. И у нас в бренде очень много зашито. В самом приложении, которое на App Store и в Google Play тоже нельзя было менять. Поэтому мы оставили аббревиатуру, убрали гейм, потому что, ну, то есть к игре это не… Ну, еще это вводило в заблуждение. То есть люди думали, что это какая-то игра. То есть, ну, вот именно сама игра. Игроки здесь нужно там что-то играть. Типу Counter-Strike, там еще что-то. А во что вы играете? По городу, там. Ну, вот, в общем. Поэтому это… Нет, то же самое компания. Просто это ребрендинг и ренейминг. У нас раньше был еще бренд немножко другой. Да, еще есть вопрос. Тоже написали его в личные сообщения. Он уже был в первой части нашего форума. Повторюсь, как действовать партнеру, у которого есть контакт с предпринимателями, но он не имеет навыка продаж и презентации. То есть абсолютный новичок, который пришел из какой-то сферы, возможно, найма, да, то как компания его поддерживает, какие есть инструменты? Да, у нас… Я ведь правильно понимаю, что вопрос уже про партнера, да? То есть партнеру нужно зайти в свой личный кабинет, да, партнерский. Там есть ссылка на файл дежурный внедренец. Это специальная инфраструктура, созданная для таких случаев, когда не хочешь, либо не можешь, не обладаешь компетенциями, ты можешь привлечь экспертов в области переговоров и закрытия, ну то есть сделок, контрактов по именно по реализации платформы. Люди в каждой в своей сфере, да, профессионалы, поэтому в зависимости от того, к какому предпринимателю ты идешь, в бьюти-сферу, в медицинский центр, либо это общепит, можешь привлечь соответствующего специалиста, он все подведет к тому, чтобы ответить на вопросы предпринимателя, ответить, ну то есть показать все возможности, потребности выявить и подготовить к сделке. Все, дальше получай деньги, будь счастлив. Спасибо. Еще один вопрос, сегодня были гости, они его задавали, он такой немножко, ну маленько смешной. Как лучше заходить в компанию, стать вначале клиентом или вначале партнером? Как выгоднее, наверное? Так как хочешь. Выгоднее, это вариативность в нашем бизнесе, я думаю, что за сегодняшний день вы видели, да, сколько цифр, сколько там различных тарифов для предпринимателя, сколько возможностей для партнеров, просто берешь эту модель, рассчитываешь с максимальной эффективностью для себя и выстраиваешь дорожную карту. А я добавлю, то есть если есть бизнес, то надо как клиент заходить, потому что это очень хороший кейс, который поможет потом в будущем при переговорах. Когда ты говоришь на своем опыте, это по-другому звучит. А если нет бизнеса вообще, и человек просто для себя рассматривает как бизнес-возможный, то как партнер. Вот. И здесь не надо, то есть надо понимать, что здесь по сути наш оффер, он абсолютно для любого человека. То есть у нас, например, много приходит людей, у которых нет бизнеса, но они знают, у кого есть бизнесы. То есть они в этом видят для себя возможность заниматься продвижением этого продукта. Спасибо. Еще один вопрос, который пришел в онлайн. Анастасия Швец спрашивает, как войти в партнерство. Так, извиняюсь. Какие существуют риски при партнерстве? Ну, давайте я отвечу. На самом деле риск только один. Покупаешь франшизу и ничего не делаешь. Ну, то есть вот эта история точно не для вас. То есть это бизнес, это то же самое, как если бы вы купили, не знаю, франшизу кофейни и соответственно открылись и перестали бы ходить туда. Здесь то же самое. То есть это бизнес встреч, бизнес конверсии. Чем больше мы делаем встреч, тем больше мы рассказываем предпринимателям о нашем продукте, тем больше наш результат. Чем больше команда, отдел продаж, тем больше наш результат. То есть самый главный риск это приобрести пакет, то есть взять пакет, в котором есть лицензия или лицензии и ничего не делать. Но значит у нас есть люди, которые, например, в 2017 году купили такой пакет. И у них там есть одна лицензия. И они пропали каким-то причинам. И сейчас то, что они видят постоянно, значок там везде, значит в заведениях, они зашли в свой личный кабинет, с их лицензией ничего не случилось. Единственное, что случилось с их лицензией, она стала лучше. Мы все это время ее хранили, пылинки с нее сдували, то есть подписали, что это значит Васина лицензия. Ходили, подкручивали гаечки, ходили, улучшали. То есть сделали так, чтобы она стала еще лучше. То есть с точки зрения, даже если мы рассмотрим как бизнес, то есть как хранение товара, ну как, да, то с этим товаром ничего не может случиться. Единственное, что он только улучшается постоянно. Нет, он не может выйти из моды, с ним он не горит, его там не украдут. То есть с ним ничего не случится. Поэтому у нас есть люди реально, которые сейчас возвращаются и говорят, слушайте, о, здесь появилось столько-столько-столько функций, я знаю, что нужно. И на самом деле вы можете без проблем, то есть не переживать по этому поводу. Вы можете там взять пакеты и там, не знаю, ну по разным причинам остановиться, прийти через год, через два, через три. Единственное, что произойдет, продукт станет еще настолько лучше, что то есть каждым месяцем его все проще и проще продвигать. Поэтому ну не знаю, какой риск. Еще вопрос. В кейсе, когда предприниматель покупает софт UDS за 900, то есть мы качественно внедряем, он получает результат. Я правильно понимаю, что такому предпринимателю достаточно доплатить 240 долларов, чтобы попасть в наше предпринимательское сообщество и стать уже партнером, чтобы заниматься продвижением софта на пакете бизнес. Да, да. И он становится партнером, но это опять же надо понимать, что это 6 месяцев абонентская плана. То есть он 6 месяцев сразу же вперед оплачивает и находится на платформе, конечно. Затем такой партнер может сделать апгрейд до более высокого пакета. Да, без проблем, там просто разница. Благодарю. Меня зовут Настя. И вот такой вопрос. Почему нельзя бесплатно начать продавать? То есть допустим взять у вас какое-то право, продать лицензию и получить за это деньги. Зачем надо сперва что-то покупать? Нет, не надо покупать. То есть вы можете не покупая лицензию, брать ее из корзины и продвигать, и продавать ее. То есть не надо покупать. Но тем не менее это же все равно стартселлер, да? Вы про него сейчас. А, про стартселлер, да, да, да. Ну это надо понимать, что в стартселлере там вперед 6 месяцев оплачена абонентская плата. Почему 6 месяцев? Потому что мы думаем, что для того, чтобы погрузиться в инфополе и разобраться, нужно где-то, ну вот прям, чтобы полностью разобраться, человеку, который медленно идет, ему там 6 месяцев будет достаточно. Вот. Но опять же, у компании есть определенные издержки на, то есть это содержание бэк-офиса, это поддержка всей инфраструктуры. И для того, чтобы пользоваться всем вот этим, это вот абонентская плата 40 долларов в месяц для того, чтобы пользоваться всей этой инфраструктурой, которая есть в компании. Это личный кабинет, это прием по всем, то есть платежей по всему миру, это выплаты по всему миру, это мгновенные выплаты. То есть вся вот эта вот инфраструктура, которая есть, она на вас работает, ваш вот бэк-офис. Там электронный бухгалтер, то есть вот это все, который считает. Да, я, наверное, еще дополню пару слов на эту тему. Вообще любой бизнес, когда мы открываем бизнес, даже если этот бизнес, ну вот у меня в зале сидит сын, да, ему 17 лет, он начинал как таргетолог. И для того, чтобы ему просто начать продавать услуги таргета своим клиентам, Арсений, по-моему, ты потратил на просто на обучение порядка, по-моему, 40 тысяч рублей, да? То есть это вот к вопросу о том, здесь то же самое. Шесть месяцев абонентской платы, погружение в бизнес-сообщество, обучение, куратор и наставник, и компания тратит время и энергию на то, чтобы тебя запустить и довести до результата. Ну это как раз вот, ну такой вот классный оффер. Можно сказать, это абонемент в бизнес-клуб. У меня вопрос, мое имя Владимир. Что происходит при неоплате партнером абонентской платы за личный кабинет и что может произойти с вознаграждением при этом? Ничего не происходит. Вам просто у него, ну, что будет, если у вас на телефоне нет денег? То есть, да, просто у вас нет доступа к услугам. Как только вы положили, вы начинаете, вы получаете доступ к услугам. Вознаграждения тоже, они, если у вас не оплачен кабинет, они кабинет, то есть система не видит этот кабинет и вознаграждение не приходит. И потом, когда вы оплачиваете, они уже приходят. Ну у всех, по-моему, у кого есть вознаграждение, у всех оплачен кабинет. Можно я вопрос задам, который мне периодически задают. Вот раз вы рассказываете, все у вас так красиво, такие выплаты, все так хорошо. Почему еще весь город Пермь не подключен, как партнеры? Ну вот мы как раз для этого и проводим мероприятия, для этого мы как раз и общаемся с людьми. Мы в поисках ребят с активной жизненной позицией. Да. Так у нас все хорошо и как бы все и лучше будет. Просто я говорю, где-то, наверное, 23 год уже, то есть, ну, наверное, не скажем, что все будет обклеено, но скорее всего, то есть те предприниматели, которые здесь должны быть, они здесь будут. У меня еще один вопрос. Скажите, есть ли недостатки у вашей компании? Как у всех есть, наверное. А можете их озвучить? Недостатки компании? Да, то есть получается же люди как смотрят на это? Ну не может же быть все хорошо, то есть где подводные камни, то есть в чем подвох? Есть такое вот как? Вообще это очень плохая установка на жизнь, на самом деле, и это про недоверие жизни, да. Почему все должно быть? Почему должно быть какие-то подводные камни? Не знаю. Зайдите и разберитесь, есть ли они. Вижу ли я недостатки, конечно, как в любом абсолютно деле, нет предела совершенству. И в этом, наверное, есть смысл, потому что если бы было все идеально, тогда было бы, наверное, скучно, и тогда смысл вообще что-то делать. Немножко такая философская, да, такой философский ответ. Поэтому, то есть мы над этим работаем, и в этом, наверное, есть смысл. Искать эти недостатки, их исправлять. Еще один вопрос у меня созрел. Каких возрастов люди в партнерском сообществе и какой средний возраст? Ну, если говорить про средний возраст, это на самом деле, как вот Вячеслав уже говорил, это люди с проактивной позицией, с горящими глазами, с большими целями. Вопрос, могут ли быть люди, там, не знаю, такие в возрасте 20 лет? Могут. В возрасте 40? Могут. То есть я к этому пришел в 39, я хотел изменений. Я знаю партнеров, которые там за 60, и у них глаза горят, потому что они уже прожили эту жизнь, и они понимают, что остаток жизни, они хотят прожить по-другому. Вот, поэтому, ну, не знаю, какой средний возраст, может быть, 40 лет. Я, например, вот, ну, Арсению, опять же, сыну, да, своему, ну, я, например, не желаю ему идти в найм и работать на дядю с 9 до 6. И мне кажется, он это понимает, он ощущает последние наши изменения вообще в семье, в жизни, потому что крайние 3,5 года, они, они другие. Мы много путешествуем, мы читаем книги, мы слушаем книги, да, когда ездим куда-то. Вообще, как бы, уровень отношений стал другой. То есть как будто бы мы, ну, вот так вот открылись, расширились и стали жить другой жизнью. Вот я рекомендую пообщаться с ним после, наверное, в перерыве. Как он чувствует вообще изменения в нашей семье в связи с тем, что, ну, я сменил вообще направление. Да, я благодарю. Я думаю, что если вопросов больше нет, мы будем финалить. И те вопросы, которые остались незаданными, которые вы постеснялись сказать на прямой эфир, можно задуматься.